всем здравствуйте сегодня 20 июля 2023 год одесса четверг игорь сказал я его опередил или он меня сегодня ночью у нас опять была ночь беспокойная много говорить не буду была воздушная тревога были взрывы стрельба воздушная тревога было несколько часов свои впечатления рассказывать не буду я так поняла по комментариям кто этого не знает не поймет все равно просто рассказываю вкратце результатом в центре города разбит детский садик четыре человека пострадали несколько из них в тяжелейшем состоянии в больнице утром уже велись из ночи велись поисковые работы разгребали все разрушения искали людей потому что еще там предполагали должны быть люди кто этому не верит что мы не показываем разрушение заходите на мой канал telegram он называется одесские прогулки ссылку и название я выкладываю под видео даже мэр был да да там есть фотографии видео фотографии это снимала не я это все видео с ресурсов интерната ой интернета что еще хочу сказать вы увидите разрушение там вы увидите все что так вы хотите увидеть это те люди которые пишутся у нас все хорошо что нет у нас никаких разрушений конечно мы не можем идти снимать и я опять же если вы хотите увидеть разрушение у меня есть видео у нас на ю тубе есть видео другие разреши разрушения тоже в центре города очень сильные заходите смотрите проматывайте ленту и вы увидите конечно мы идем там где их нет мы идем по городу и знаете что я хочу мы хотим сказать большие большую благодарность выразить людям которые нам помогают поддерживают нам нас и благодаря этим людям мы еще не закрыли наш канал потому что есть такая поддержка спасибо им большое этим людям они знают о ком я говорю я думаю они понимают имена я не называю по что ну я не знаю хотят они чтобы мы говорили имена или нет правильно сейчас в одессе очень жарко сильно парит было предупреждение шторма штормовое и мы знаем что под одессы уже сильный шторм ветер ливень нам позвонили рассказали настоящая гроза да а в одессе парит очень парит прям баня на улице баня очень жарко и очень тяжело идти даже в прохладном месте просто тяжело влажность очень большая высокая влажность до знаете я всегда удаляю комментарии нелицеприятные мне некоторые пару человек писали не говорите нам о своих комментариях нет я хочу сказать то что я не отвечаю но сегодня с утра честно говоря я не выдержала и телеграм канале выложила свои комментарии все что накипело какие претензии нам предъявляют и за что нам то и за что нам это знаете вы смотрите за собой не за что нам а почему вам вот так в нашей стране убивают детей и женщин да и стариков да и не потому что кто-то где-то взорвал мост жалко всех людей нельзя убивать нельзя чтобы умирали погибали мирное население но не мы это начали мы украина мы одесса чтобы вы нам не рассказывали чтобы вы не говорили это к тем людям которые вчера так рьяно писали и так мерзко оскорбляли подло нашу страну нашу страну у нас наших людей мы не можем говорить за другие города нам предъявляли претензии за другие города мы живем в одессе я подчеркиваю это неоднократно мы не можем говорить за другие города пошли мы там не живем мы живем в одессе и мы знаем что у нас здесь и как поэтому мы разговариваем за одессу за любой город в украине нам больно за любой до имеет значение до любой населенный пункт до любая жизнь человеческая бесценно никакие красные линии не да что бы вы ни придумывали нам за то нам за это нам за так и так далее так далее я понимаю что все равно будут писать но я хочу сказать что не надо искать виноватых в том что делается зло виноват тот кто делает это зло все ладно на чем говорить я понимаю что это разговор впустую что люди вообще не слышат и не видят люди радуются чужому горю сейчас вы скажете а вот вы мы лично с игре никогда не радовались чужому горю никогда а теперь хочу сказать слава украине до героем слава одесса много цена много национальный город и все национальности живут дружно и никогда никто не делился на какие-то а ты такой а ты такой а ты другой никогда никто никому не не предъявлял претензий в одном дворе могли жить разные национальности это и сейчас такое есть у нас много церквей разных конфессий они работают кстати сегодня мне в телеграме написали у вас детские сады не работают у нас работают детские сады да не все но работают там где можно там где есть бомбоубежище да сейчас будут делать бомбоубежище стационарные где невозможно сделать подземные до будут ставить рядом конечно в центре города это очень сложно но это будет делаться там где возможно также вчера не было света во многих районах мне как на некоторых улицах уже все восстановили но после сегодняшней бомбежки в центре города тоже не было света я не знаю сейчас появился он они или нет не на всех улицах но не было света я думаю что может быть уже даже починили что значит одни деревья я говорю смотри на эти деревья да это плотан это плотаем не обхватим и да вот такие плотаны кто-то говорим еще у нас не зеленый город у нас зеленый город очень зеленые много деревьев плотанов каштанов акации очень много липы да мы часто говорим за это да мы будем заканчивать берегите себя берегите своих близких и пускаю всех наступят завтра берегите себя берем come Продолжение следует...